В детских садах Владивостока состоялся конкурс «Юный исследователь». Дети по-взрослому защищали свои проекты. Воспитанники детсадов очень любознательные и активные. Их работы охватывают разные сферы жизни. Вот несколько тем их исследований. Шоколадная страна. Почему извергаются вулканы? О чем молчит ракушка? Сколько плавников у рыб? Идея, конечно, очень интересная, потому что ты варишься в собственном соку, если можно так сказать, внутри своего дошкольного учреждения, да, и получаются очень интересные работы. И хочется поделиться успехами детей на обозрение, ну, например, города, да. Почему бы и нет. И когда пришла идея поучаствовать в этом проекте, мы, конечно, с радостью согласились. Исследования дети могли делать как коллективно, так и каждый самостоятельно. Для юных исследователей были предусмотрены такие номинации, как «Я исследователь», «Математика», «Физика», «История» и «Общество знания», «География» и «Экономика», «Биология», «Химия», «Экология», «Психология», «Искусство и технология», «Физическая культура» и «ОБЖ» в соответствии с особенностями возраста. Сначала лук появился в Китае, а потом в других странах тоже очень-очень гордый. Я всем рассказала, как выращивать лук. Чтобы вырастить лук, мы до лучшего роста срезали хвостик и макушку. У каждого лука. Мы посадили лук в стаканчики, и он у нас вырос. Я хочу вам дать совет. Пожалуйста, ешьте всегда лук и будьте здоровы! Спасибо за внимание. Конкурс «Юные исследователи» во Владивостоке был организован впервые. Раньше считалось, что дошколята не могут проводить исследования. Но оказалось, что это неправда. Такие соревнования помогают развить исследовательскую деятельность малышей и поддержать способных и одаренных. Владимир Огнев, Дмитрий Беломеснов, Алина Кузина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Ряд нововведений в законах ждет жителей России с 1 февраля 2020 года. Так увольнять теперь будут по иным правилам. В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Министерство труда подготовило новую форму отчета, которую работодатель должен предоставлять сотрудникам при увольнении. 29 февраля завершился третий этап амнистии капиталов, который начался 1 июня 2019 года. Согласно закону о добровольном декларировании иностранных активов, граждане получают возможность сообщать о своих банковских счетах и вкладах, имуществе, долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежных компаний. С 1 февраля произойдет и повышение выплат пенсионерам и льготникам. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты. Кроме того, возрастет стоимость набора социальных услуг. Его получают определенные категории россиян каждый месяц в виде государственной помощи. Согласно постановлению экс-премьера Дмитрия Медведева, все социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 4,3%. С 1 февраля по 1 августа 2020 года пройдет второй этап программы «Дальневосточный гектар», который распространяется на Бурятию и Забайкалье. Несколько заседаний состоялось по гражданскому делу о взыскании с экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего гендиректора «Восток-Цемента» Андрея Пушкарева и бывшего гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, а также шести предприятий, входящие в группу компаний «Восток-Цемент», более 3 миллиардов рублей. Так, на заседании 28 января представители холдинга предъявили суду 81 коробку первичной документации, а также подготовили бухгалтерскую отчетность. По словам защиты, сведения, хранящиеся в этих бумагах, свидетельствуют, что сумма, предъявленная в иске, кратно завышена, сообщает Реа Влад Ньюс. Заседание началось с рассмотрения ходатайства защиты о привлечении к делу третьих лиц, представителей администрации Владивостока и МУП «Дороги Владивостока». Прокурор Александр Дудников, представляющий сторону истца, выступил против удовлетворения ходатайства защиты. После выяснения обстоятельств судья отказала в ходатайстве защиты о привлечении третьих лиц. Далее начались вопросы по иску. Денис Пучков, представитель Андрея Лушникова, задал вопрос о справедливости наложения на его подопечного солидарной ответственности. По его словам, Андрей Лушников вступил в должность директора МУПа только в 2012 году, тогда как в иске оспариваются контракты с 2008 года. На это прокурор ответил, что считает такую ситуацию справедливой. Через некоторое время по просьбе прокурора рассмотрение иска перенесли, однако судья позволила стороне защиты представить документы, подтверждающие их позицию. В зал заседаний внесли около тысячи томов документов, которые теперь должны быть изучены в суде. Исследовав эти доказательства, показав их в суду, представив их прокурору, Генеральная прокуратура согласилась с их приобщением, потому что доказательства действительно весомые. Мы с уверенностью можем сказать, что мы нашли серьезную ошибку в иске прокурора. И сумма значительно меньше, чем указана в иске. Нам пришлось поработать финансистами, чтобы с этим разобраться. Ну, конечно же, мы прибегли и к помощи специальных людей, аудиторов, которые выявили в том числе эту ошибку в иске прокурора, проанализировав всю деятельность за 8 лет. Отсюда столько много документов. Завтра процесс продолжится, и мы готовы к нему, как я уже говорил. И поверьте, нам еще много есть чего сказать. Продолжение следует... Судья Дмитрий Кириченко заявил ходатайство о переносе заседания на 30 января в связи с тем, что из Генеральной прокуратуры России поступили некие новые финансовые документы, с которыми нужно ознакомиться всем сторонам дела. Игорь Пушкарев, который присутствовал на заседании по видеоконференцсвязи и сезон номер один, выглядел бодро и выразил надежду, что дело будет освещаться максимально подробно. Также прокурор озвучил ходатайство, которое будет рассмотрено 30 января, о переносе рассмотрения дела на март, чтобы представители ИСЦА смогли ознакомиться с 81 коробкой доказательств, которые предоставил Восток Цемент в защиту своей позиции. Автомобильные пункты пропуска в Приморье на границе с Китаем, Краскина, Пограничный, Полтавка и Турирок не будут работать до 1 февраля 2020 года, сообщает на своем сайте Росгранстрой. По графику, распространенному раньше, они должны были начать работать с 28 по 30 января. Меры приняты в связи с распространением в Китае нового коронавируса. По последней информации, им заразились почти 3000 человек. Основное число заболевших приходится на провинцию Хубэй и ее административный центр – город Ухань, откуда и началось распространение вируса. В Пекине зафиксировано 80 инфицированных, в граничащей с Россией провинцией Хэйлудзян – 21. Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют диагностировать коронавирус. Отметим, что все ранее опубликованные в социальных сетях данные о приморцах с подозрением на коронавирус также не нашли подтверждения. В Министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что в настоящее время в медицинских учреждениях края нет пациентов с диагнозом коронавирус. По словам врачей, для этого времени года характерно наличие пациентов с ОРВИ и гриппом, поскольку январь-февраль в Приморье – это месяцы подъема эпидзаболеваемости. По информации ведомства, все лекарственные средства, медицинские изделия, которые необходимы для лечения пациентов в больницах и поликлиниках края, имеются в достаточном количестве, а по ряду препаратов сформирован запас на несколько месяцев. Во Владивостоке проверили работу автобусов маршрута номер 95 «Суханово-Снеговая-Пать». Поводом для проверки послужили обращения жителей микрорайона «Снеговая-Пать». Люди сообщили в администрацию города о большом интервале движения автобусов, а также отсутствии их на линии по вечерам. Специалисты отметили, что на задержки влияют пробки. Если в городе наблюдаются десятибальные заторы, то увеличивается и интервал движения у автобусов. Сегодня на 95 маршруте работает шесть новых машин марки «Лиаз». Водители стараются, чтобы интервал между ними составлял 15-20 минут. Отмечается, что все перевозчики работают на основании договоров, в которых прописано требование соблюдать интервал движения. 95-й автобус также вошел в число шести городских маршрутов, где сегодня действует пересадочный тариф. Он дает возможность при помощи единой транспортной карты, бесконтактного брелока или браслета совершить две поездки с разницей в 90 минут за полторы стоимости проезда. В данном случае это можно сделать, пересаживаясь с автобуса номер 95 на маршрут номер 15 и в обратном направлении. Десять трамваев, которые прибыли из Москвы во Владивосток, готовы к выходу на линию. Первые вагоны приехали во Владивосток в начале января, последние в конце минувшей недели. Сейчас трамваи готовят к кузовной покраске. Вместе с этим специалисты монтируют внешнее светодиодное табло с наименованием маршрута, выбирают новую обивку сидений и устраняют незначительные недочеты в салонах. Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока десяти трамвайных вагонов была достигнута весной 2019 года. От краевого центра требовалось лишь выделить средства на доставку вагонов и провести аукцион. Контракт на доставку был заключен 28 ноября. В 2020 году российская столица также намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов. В Приморье подвели итоги акции «Блокадный хлеб». С 21 по 27 января в супермаркетах и развлекательных комплексах края желающим раздали более 45 тысяч кусочков выпечки по 125 граммов. Это символ жизни в Ленинграде, окруженном захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Вместе с каждым кусочком волонтеры предлагали желающим взять информационную листовку, посвященную истории военного Ленинграда, и отвечали на вопросы о войне. Состав сегодняшнего «Блокадного хлеба» кардинально отличается от того, что делали в окруженном фашистами Ленинграде. Это свежая и вкусная выпечка, приготовленная специально для проведения акции. Каждый желающий мог взять сколько угодно кусочков для себя и близких. Отметим, акция «Блокадный хлеб» помимо раздачи выпечки в торговых точках Приморья включала целый комплекс патриотических мероприятий, в том числе выставки, экскурсии, лектории, показы кинофильмов. Партнер выпуска новостей – Торговый дом. Планета безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова